Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Довича. Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. Когда выберут нового мэра города? Депутаты поддержали отставку Владимира Быкова. И администрация, и депутаты, и пятого, и четвертого созыва сделали, мы будем говорить, все возможное, что можно сделать в наших условиях. Вообще, как в Кирове сказали, то я считаю, что она будет очень скучная и печальная. Экс-депутаты ЗАГСобрания дали свою оценку новому созыву, какой будет работа в ОЗС. Мне чисто почувствовать таких жалко. Лично я их кормлю. Я как бы, да, подкармливаю. Сначала кормят, потом боятся. Как в Кирове борются с бездомными животными. Четыре депутата городской думы сегодня сложили свои полномочия. В том числе Владимир Быков. Народные избранники большинством голосов отставку главы города поддержали. Какие еще решения приняли депутаты городской думы на 50-м заседании? Подробности прямо сейчас. Городская казна пополнится примерно на полмиллиарда рублей. Деньги поступят из областного и федерального бюджетов. Соответствующие поправки сегодня одобрили депутаты Кировской городской думы на очередном 50-м заседании. Большую часть средств власти планируют направить на расселение жителей из аварийных домов, а также на выкуп у инвестора здания новой школы в микрорайоне Зиновы. Также по решению депутатов изменятся правила пользования автобусами и троллейбусами в Кирове. Для граждан, подтвердивших право льготного проезда, в качестве альтернативы обычной электронной транспортной карте предлагается выдача на платной основе электронной транспортной карты с напечатанной на ней фотографией гражданина льготника, а также с указанием его фамилии, имени и отчества. Следующее решение, за которое проголосовали депутаты, муниципальное предприятие города ждет реорганизация. Пилотным проектом в этой работе станет акционирование центрального рынка. Это неоднократно обсуждалось на встречах с предпринимателями, которые там работают. Обсудили на сегодняшнем заседании и кадровые вопросы. Городскую думу покидают четверо депутатов, в том числе и Владимир Быков. Он руководил городом и думой 9 лет, а теперь планирует работать в областном законодательном собрании. Сделано очень много, и я могу сказать, что кто бы что бы ни говорил, я могу сказать, что администрация и депутаты, и пятого, и четвертого СЗУ сделали, мы будем говорить, все возможное, что можно сделать в наших условиях, для того, чтобы и наполнялся бюджет, и для того, чтобы город жил. С 29 сентября временно исполнять обязанности главы города будет Валерий Владыкин, а в течение двух недель должно состояться внеочередное заседание городской думы, на котором будет выбран новый председатель и новый мэр. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин, Бюро новостейдовича. Сегодня депутаты нового созыва ЗАГС-собрания впервые собрались вместе. В торжественной обстановке из рук главы Кировского избиркома они получили удостоверение депутатов. На совещании будущие законотворцы охотно делились планами на предстоящую пятилетку. Каких инициатив стоит ждать, и почему шестой созыв некоторые называют безголосым. Пока еще не пленарное заседание, обычное совещание, но в зале народные избранники областного парламента шестого созыва заняли места согласно протокола, сгруппировались по партийным спискам. Итак, в обновленный законодательный орган региона вошли 54 депутата, повторно избраны 21 человек, в новом созыве 46 мужчин и 8 женщин. В основном возраст депутатов от 50 до 60 лет. Из рук главы избиркома региона Владимира Маторина те, кто избирался по партийным спискам, получили удостоверение депутата. Поздравляю вас с этим знаменательным событием в вашей жизни и надеюсь, что предстоящие пять лет будут вами потрачены только во благо избирателей Кировской области, которые вам доверили свои голоса, во благо развития нашей территории, на которой мы проживаем, за которую мы все с вами болеем душой. Доминирующее большинство в законодательном собрании осталось за депутатами от партии «Единая Россия». Всего 37 человек. Представители этой партии уверены, что жители региона от этого только выиграют. Используя сегодня, наверное, и большинство в законодательном собрании, будем как раз проводить те законы, которые будут направлены на повышение благополучия населения Кировской области. Представители оппозиции раскладом сил явно недовольны, но рассчитывают на активное взаимодействие с партией власти в рамках комитетов и рабочих групп. Некоторые экс-депутаты уверены, каких-либо полезных дискуссий на пленарных заседаниях законодательного собрания теперь не получится. Я считаю, что она будет очень скучная и печальная. И в данном варианте, наверное, она будет заканчиваться за полтора-два часа и все будут быстро разбегаться по своим личным делам, не вспоминая о том, о ком они говорили, всю выборную кампанию, кому много что обещают. На свое первое пленарное заседание депутаты соберутся уже 6 октября. Тогда же будут сформированы комитеты, будут озвучены имена председателя и его двух замов. Сейчас на должность спикера ЗАГС-собрания претендует экс-глава города Владимир Быков. Станут известны также и главы комитетов. И уже скоро вновь избранным народным избранникам придется обсуждать самый непростой вопрос – бюджет 2017. Во вторник 19, а сегодня больше 70. Именно столько домов, по данным Кировского управления ЖКХ, на данный момент остаются без отопления. Сейчас тепло только в 92% домов от всего жилого фонда города. На конец сентября без тепла остаются не только тысячи жителей города. Батареи сейчас холодные в детском саду в районе улицы Тимирязева, а также в школе и детском саду в Ганино. В связи с этим коммунальщики озвучили новые сроки. С их слов, отопление в соцучреждениях появится в пятницу 30 сентября. В этот же день батареи станут горячими в домах в районе улицы Тимирязева, Зонального института, микрорайона Ганино, улицы Монтажников, а также по улицам Мурашинской, Налинской, Лебяжской и Ярославской. А на день раньше, 29 числа, отопление и горячая вода должны появиться еще в 70 домах города. Сейчас на улице Шинников завершается реконструкция магистральной теплотрассы «Северная». В администрации города заверили, что обо всех срывах сроков включения отопления сообщат в прокуратуру. От нападений животных в этом году в области пострадало более 3000 человек. Из них 100 человек укусили дикие звери. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. Сегодня, во всемирный день борьбы с бешенством, специалисты опубликовали свежие данные. Согласно им, за этот год в регионе бешенство лабораторно подтвердилось у 55 животных. Помимо кошек и собак, заболевания также регистрируют у лисиц и енотовидных собак. Специалисты напоминают, бешенство крайне опасно. Для человека эта инфекция поражает центральную нервную систему. У больного появляются спазмы и мышечные судороги. Вылечить болезнь невозможно. В итоге летальный исход наступает после 4-6 дней после укуса животного. Угроза заразиться бешенством чаще всего исходит от так называемых бродячих животных, чтобы не допустить распространения болезни и в целом обезопасить жителей Кирова от нападения собак. Специалисты производят их отлов. Но это не помогает решить проблему. Почему? Расскажет Анастасия Шерстнева. Вот видите, они вот подходят, они никого не боятся. Ежедневно на улице Водопроводной местные жители сталкиваются со стаей собак. Говорят, ходить здесь вечерами страшно. Вдруг нападут. Эта проблема, рассказывают, не решается здесь годами. Сейчас подрастает уже и новый выводок бродячих животных. Взрослым-то, в принципе, мы можем за себя постоять. За детей, конечно, уже проблема. У голодной собаки что может быть на уме? Никто их не знает. Они, конечно, всегда есть хотят. Они вот выходишь из машины, они около тебя уже стоят, смотрят голодными глазами, ждут, когда ты им что-нибудь дашь. Но не все жители опасаются животных. Анастасия Крязева признается, ей просто жалко этих собак. Поэтому изредка, но все же, кормит их. Они голодные, бедные, сырые, никому не нужные. Мне чисто почувствовать их жалко. Лично я их кормлю. Я как бы, да, подкармливаю. С утра варим кашу маленькой и параллельно мешаю кашу собакам. С начала года в Кирове поймали больше двух тысяч бродячих животных, рассказывает подрядчик по отлову безнадзорных питомцев Денис Петерин. В том числе здесь, на водопроводной, в июле вывезли 19 собак. Но эти меры неэффективны, говорит специалист. Животных могут держать в пункте временного содержания лишь 10 суток. А затем, если хозяина не нашли и собака здорова, то ее стерилизуют и отпускают обратно. Причем на то же самое место, где забрали. Если же даже животное стерилизованное, оно не изменит своих поведенческих никаких моментов, когда оно будет находиться в стае. Стая – это коллектив, у которого есть цель. Цель одна – найти себе пропитание. Поэтому вот эти бачки, которые с мусором стоят, они будут охраняться этой стаей. И любой человек, подходящий выбросить мусор, будет, возможно, атакован этими собаками. Проблему можно решить только в том случае, если в администрации города пересмотрят правила отлова безнадзорных животных, уверен Петерин. Кроме того, нужно принять меры, чтобы собаки не отпускались обратно в среду обитания. Потому что иначе ситуация не изменится. Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дэвича. Региональный материнский капитал в Кировской области могут продлить до 2019 года. При этом сумма выплаты за третьего и последующих детей составит 75 тысяч рублей. Законопроект внес на рассмотрение депутатов областного ЗАГСобрания Игорь Васильев. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Почти 50 тысяч детей в Кировской области привили от гриппа. Это в два раза больше, чем в сентябре 2015 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Прививки от гриппа также сделали свыше 80 тысяч взрослых. Специалисты напомнили, что бесплатно привиться от гриппа могут школьники, врачи, преподаватели, сотрудники сфер транспорта и ЖКХ, беременные женщины, люди старше 60 и призывники. Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Две семьи, чьё имущество пострадало во время пожара на Октябрьском проспекте 122, обратились в администрацию с просьбой предоставить им жильё в маневренном фонде. Напомню, что сразу после пожара во временное жильё переехали семь семей. Ещё шесть на городское жильё не согласились. Сейчас специалисты территориального управления рассматривают две новые заявки. Стоит отметить, что в квартирах из маневренного фонда погорельцы будут жить до тех пор, пока этаж здания на Октябрьском проспекте не будет восстановлен. Официально неработающих россиян могут обязать платить за медуслуги. Соответствующий законопроект готовит Минтруд России. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Спикер отметила, что сейчас российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе в систему обязательного медицинского страхования. Поэтому так называемые тунеядцы будут обязаны внести платёж за пользование поликлиниками и больницами. Зачем кировские силачи сегодня рвали грелки и каким будет новый сезон в Театре на Спасской? Об этом не только. Во второй части выпуска не переключайтесь. Танец и спорт вместо курения и алкоголя. Такую альтернативу кировчанам предложили сотрудники полиции. Сегодня у областной филармонии. Они организовали акцию «Здоровый образ жизни». Мероприятие это традиционное, но проходило в этот раз по-новому. Так привлечь внимание к проблемам вредных привычек у молодёжи полицейские и активные школьники города решили, например, танцами. Свои показательные выступления провели сотрудники ОМОН и спортсмены. На глазах у прохожих силачи гнули пальцами гвозди, а один из них продемонстрировал силу и объём своих здоровых лёгких. Порвал грелку как воздушный шар. Организаторы акции считают, к здоровому образу жизни нужно привлекать как можно больше людей, причём не скучными новыми способами. Традиционные формы профилактики, пропаганды здорового образа жизни, они уже стали, так скажем, в какой-то степени привычными для граждан. А здесь новая интересная форма, она всегда вызывает интерес. Конечно, это воздействует на людей, потому что они видят то, что если они ведут здоровый образ жизни, не употребляют ни наркотические вещества, ни курят, ни пьют, то как бы и организм здоровее и больше какие-то физические возможности, умственные возможности улучшаются и как-то жить легче, веселее. В конкурсе «Торговая марка года» обновление. С этого года проверять предприятие будет не только официальная конкурсная комиссия. Теперь наблюдать, как кировчанам оказывают услуги, будет тайный покупатель. 16 лет подряд члены конкурсной комиссии «Конкурса «Торговая марка года» проверяют работу предприятий сферы питания и сферы услуг. Обычно все это проходит по согласованному с предпринимателями графику. На месте эксперты интересуются товарами, условиями работы, смотрят, как на предприятии общаются с клиентами. Но с этого года с такими же целями проверять, как работают кировские бизнесмены, будет человек, о приходе которого заранее никто не будет знать, но его мнение будет учитываться при подведении итогов. «Этот человек, который не является членом комиссии, он, скажем так, график его посещений предприятий, даже не знаем мы. Вот я, как председатель комиссии, да, мы знаем, что у него есть список предприятий, участников, но в какое время он их посетит, мы не знаем». Миссию «Тайный покупатель» было решено ввести в этом году из-за выросшего за последние годы уровня работы кировских предприятий. И сейчас их оценка должна идти на другом, более серьезном и скрупулезном уровне. «Это идет общение как к абсолютно нормальному покупателю. То есть, да, интересует тот или иной товар, да, если товара нет, когда он будет, да, вот я бы хотел это что-то более изысканное и так далее. То есть, и дальше уже идет оценка работы продавца. То есть, или он заинтересован в потребителе, чтобы люди еще раз вернулись, или он действует так, что, ну, ушел человек, и ладно». И если сейчас уже известно, кого и когда посетят на этой неделе члены конкурсной комиссии, а это будет несколько предприятий Кирова, то «Тайный покупатель», возможно, уже прямо сейчас проверяет их работу. Сегодня в Театре Наспасской стартовал очередной театральный сезон. Труппа готовит несколько премьер, в частности, спектакль «Каренин». Поставлен он по пьесе Василия Сигарева, главным героем которой стал муж Анны Карениной из одноименного романа «Льва Толстого». На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Это прежде всего диалог. Диалог между театром и зрителем, а также между эпохами, 19 и 21 веком. Так говорит о новом спектакле «Каренин» режиссер этого театрального действа Егор Чернышев. Декорации тут вторичные. Все вокруг предельно условно. Важно другое. Зритель должен понять и узнать мысли и переживания героев ушедшей эпохи. Вот, Сережа, ты был такой же маленький. Не был. Как же не был? А ты был? Я такое уже не помню, Сережа. Ну и, конечно, Алексей Каренин. Здесь актеры рассказывают историю красивого адюльтера с точки зрения мужа Анны Карениной Алексея Александровича. Именно его автор пьесы, Василий Сигарев, делает, что называется, точкой отчета. Драматург защищает право мужчины на личную драму, на страдания и сострадания. История о героях прошлого удивительно понятна и как никогда актуальна для современного зрителя, считает режиссер Егор Чернышев. Это очень хорошая пьеса Василия Сигарева, потому что уникальный текст. Он уникален тем, что Сигарев, не выходя за рамки лексики Льва Николаевича Толстого, умудрился создать абсолютно современный, абсолютно сегодняшний больной текст. Поэтому интересна сама пьеса в данной ситуации. А уж чем она будет интересна зрителю, расскажет нам зритель. Оценить эту постановку кировский зритель сможет уже на следующей неделе. Премьера спектакля «Каренин» запланирована в Театре Наспасской на 7 октября. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев, Бюро новостей «Давича». Такой была эта среда, 28 сентября, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей «Давича» появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию «Давича» по телефону 38-48-88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер. Бюро новостей «Давича». Кирово-Чепецкий хлебокомбинат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова